Ганс Христиан Андерсон. Снежная королева. Глава первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа, смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами, или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать, а если у кого была веснушка, то уж будьте покойны. Она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумки. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков. И оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза. Да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот. Или замечать в каждой вещи только дурное, ведь каждый осколок сохранял свойства всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было страшнее всего. Сердце делалось, как кусок льда. Были среди осколков и большие. Их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. И худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах. Злой тролль надрывался от смеха. Так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова